Вот таким вот образом таймфрейм мы используем 5-минутный, свойства скользящих средних, кому интересно, 50 и 20. Очень сильное торможение компьютера, видите, да? Прямо так неприятно все это работает. Итак, здесь для того, чтобы мы открывали длинную торговую позицию, у нас используются очень простые правила. Ну вот то, что я сейчас говорил, причина-следственная связь. Если то, то есть как мы открываем покупку, длинная торговая позиция открывается. Если у нас скользящие средние меньшего периода, эти MA1, большее значение, чем скользящие средние, скользящие периода 2. Вернемся сюда, чтобы было понятно, когда открывается сделка на покупку. Ну вот это пересечение, вот оно, пересечение, и вот была открыта сделка на покупку. Вот эта сделка. Соответственно, если происходит обратное пересечение, скользящие средние 1 меньше скользящие средние 2, мы закрываем торговую позицию, то есть close, где закрывается торговая позиция. Вот она здесь пересеклась, вот видите, в обратную сторону. Вот в этом сегменте, если видно, то сделка закрылась. Но надо сказать, что вот именно цветом отображается, что мы заработали или потеряли. Вот это прибыль в сделке. Золотой сегмент – это та прибыль, которая могла бы быть, но не была получена. То есть это закрытие торговой позиции, вернее потенциальная прибыль, максимальная прибыль, которая была. Если вы видите вот этот, видите такой уголочек белый, это говорит о том, что еще одна была открыта торговая позиция. Было частичное закрытие торговой позиции. То есть мы уже задаем немножечко другие торговые алгоритмы, более сложные. Но сумасшедший остается прежний. Открытие, закрытие торговой позиции, пересечение скользящих средних. Закрываем мы эту торговую позицию по совершенно противоположным правилам. То есть фактически наша торговая система, которую мы здесь просто создаем в качестве базы исследования, это определенные правила. И в этом случае переворотная торговая позиция у нас сформируется. То есть правило для продажи прямо противоположно открытию торговой позиции. На всякий случай я скажу, что произошло несколько недель назад. То есть в данном случае небольшая ретроспектива из дневника трейдера. То есть первую неделю мы взяли 5 валютных пар. Это евро-доллар, это британский фунт, это японская иена, это канадский доллар, это австралийский доллар. Можно было взять, конечно, гораздо больше валютных пар, но задача была немножечко не в этом. Как вы понимаете, вот то, что я хотел бы сейчас сказать. То есть рынок постоянно бывает разным. Не все, к примеру, финансовые инструменты можно будет торговать с помощью такой торговой системы. Вот мы взяли 5 валютных пар, запустили и целую неделю вообще ничего не делали, не прикасались к данной торговле. За неделю у нас оказалось, в общем-то, из этих 5 валютных пар, 2 валютные пары более или менее демонстрировали тренды. Причем мы использовали короткие таймфреймы, 5-минутные, то есть не дневные, потому что долго ждать там сигнала на открытие, сигнал на закрытие. То есть наш алгоритм исследовательский. То есть, как вы понимаете, не цель нам зарабатывать деньги. Нам нужно понять, а право ли мы в своих суждениях. То есть, позволяет ли нам, к примеру, пересечение с козячьих средних в определенных ситуациях действительно извлекать прибыль? Где будут возникать убытки? Дальше получилась интересная ситуация. То, что плавно-плавно наш японский иеноправный начал переходить в состояние флетовое. Там сейчас у нас такая постоянная генерация убытков. То есть, опять же, понятно, почему это возникает. И британский фунт мы обнаружили очень интересную ситуацию. Что наши убытки были сконцентрированы в основном в момент конца североамериканской сессии, начала азиатской. То есть, британский фунт ночью спит. Мы что сделали? Мы протестировали, убедились в том, что это не случайная ситуация. Из недели в неделю такая ситуация повторяется. Просто мы этот момент выпилили задание с помощью тех условий. Алгоритм механический просто-напросто не торгует в это время. То есть, в 8 часов вечера никакие сделки не открываются до 10 утра. То есть, тем самым просто-напросто был удален именно этот момент, когда как раз и генерируется большая часть убытков. Как понимаете, вот такие простые элементарные действия начали нам серьезно улучшать наши результаты. И вот дальнейшая ситуация у нас уже развивалась следующим образом. Начали думать, как можно будет получать результаты более лучшие или более стабильные, нежели просто-простые открытия. Покупка, продажа, ввиду запаздывания скользящих средних, конечно, здесь есть ряд недостатков. Наверное, в эти недостатки многие, кто уже анализирует или смотрит, видите, они, в общем-то, явно демонстрируют то, что запаздывание скользящих средних иногда нам не помогает. То есть, мы пропускаем часть какого-то интересного движения, и при этом трейдер, торгующий, к примеру, руками, он мог бы это гораздо-гораздо раньше отловить. Поэтому я снова скажу, что механическая торговая система – это такое неизбежное зло, то есть, придется с этим мирить. Итак, пошло-пошло, весь наш процесс пошел, и кто помнит, чем на прошлой неделе мы закончили наше мероприятие. Давайте посмотрим, для начала нам все-таки нужно будет проанализировать. Давайте посмотрим эталон. То есть, у нас два торговых алгоритма на одной и той же валютной паре. Первое, что сегодня я сейчас делаю, чтобы было понятно, кому нужен будет этот индикатор, вы можете скачать непосредственно из раздела библиотека. В первую очередь, нам нужно посмотреть, что у нас произошло за неделю. Там нам не нужно все. Давайте возьмем неделю. Итак, кто помнит, не знаю, я всегда останавливаю во вторник, вот вечером я останавливаю алгоритм, я его подключаю в 10 часов утра, где-то в 9 часов утра, когда прихожу на работу. То есть, для чистоты эксперимента. Здесь у нас осталось только две валютные пары, видите, британский фунт и японская ина, и два алгоритма. Первым, что мы сейчас проанализируем, 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 что нам наторговал алгоритм британский фунт. Так, Магик 22. Вот эти сделки, которые мы сейчас видим. Это эталонный алгоритм, который используется только… Давайте уберу себя с экрана. Это эталонный алгоритм, именно мы его используем в качестве идеального эталона, чтобы сравнивать процесс улучшений. Помогают ли нам те улучшения или, может быть, они ухудшают. Был такой момент, кто помнит, где-то недели две назад мы вносили новое правило, и оно оказалось настолько для нас убыточным, неинтересным. И, в общем-то, мы от него отказались. Это была попытка, которая не увенчалась успехом. И обратите внимание, вот ночное время торги не совершается, не проводится, поэтому вот те убытки, которые возникают в результате флетовых ситуаций… А ситуация… Давайте-ка я сейчас сделаю другим цветом. Вот эти флетовые ситуации, они как раз являлись историческим бичом для торговли в этих диапазонах. Кто-то скажет, ну можно же было здесь заработать. Конечно, можно, но вот тут как раз генерируются убытки. Итак, обратите внимание, вот у нас пошел алгоритм. Первая сделка убыточная, сделка нулевая. Не было сделок, опять же, сделки. Сделка была в плюс, закрылась там в нуле, около нуля. Сделка закрыта хорошо, с прибылью по окончанию тенденции несколько убыточных сделок. Здесь тоже, видите, промежуточная хорошая прибыль. Здесь не была закрыта сделка, потому что ночью сигнала на закрытие позиций не поступало. Поэтому потенциально закрыть сделку с прибылью можно было бы здесь. Но вот именно по этой сделке, я вам скажу, в ночное время никакие торги не проводили. В данном случае позиция была открыта, а закрылась она уже здесь. То есть фактически руками ее закрыли. Дальше оценим. То есть можно было бы открыть, здесь наверняка у нас были бы концентрированы убытки. Фактически позиция, наверное, в покупку могла бы быть здесь. Сделка здесь с непонятным результатом. И последняя сделка продажа одной сотой лота вот в момент этого пробоя. Кстати, кто сегодня смотрел технический анализ индикаторной методы, вот что вам не напоминает, классические методы. Голова и плечи вот на таком коротком таймфрейме сформировались. На всякий случай, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот голова и плечи. Импульс, замедление вот по такой форме и пробой. Но здесь, скорее всего, что у нас сегодня, отчеты экономические. Какой-то отчет прошелестел. И позиция была открыта при пересечении скользящих средних в продажу. Именно вот в этой части. Давайте посмотрим сейчас фактический результат, что мы получили за эти 7 недель. Этот алгоритм, вот его комментарии, кому будет интересно, самостоятельно можете, магик номер вы не увидите. Итог, в общем-то, не совсем может быть хороший, минус 5 долларов 69, минус 6 долларов. Возник этот убыток в результате части торговых позиций, которые не были закрыты с положительным результатом. Прибыльная сделка, такая хорошая прибыльная сделка, всего лишь одна. Одна сделка под вопросом. Ну, та ночная, ночная торговая. Теперь давайте посмотрим другой алгоритм, немножечко исправленный. Вот то, что мы вчера, на прошлой неделе исправляли. И вносили еще одно условие для закрытия торговых позиций. Вот эту сделку мы, этот индикатор, ой, индикатор, это условие мы давайте рассмотрим. 9,87. Что мы здесь получили? Видите, совсем другой профиль, конечно, тоже далек от идеала. В данном случае данный алгоритм. Так, вот. Ну, первая сделка, как понимаете, она убыточная, и сделки совершаются одновременно. Но закрытие этой торговой позиции происходит по еще одному правилу. То есть, часть торговой позиции по лойке должна закрываться раньше, нежели произойдет пересечение с хозяйших средних. Следующее открытие торговой позиции было здесь. Закрытие, видите, до пересечения с хозяйших средних. То есть, опять же, получена прибыль. Здесь открытие торговой позиции было, не дожидаясь пересечения с хозяйших средних, была закрыта торговая позиция. Два. Эти сделки убыточные в результате того, что просто-напросто не развивались события. Очень непонятная ситуация, по-моему, перед публикацией новостей. Слишком уж нервозное состояние. Здесь эта торговая позиция была закрыта раньше, до пересечения с хозяйших средних. Здесь, наверное, недостаток реализации нашего алгоритма. Сейчас расскажу об этой ситуации и покажу, что вообще планировалось. То есть, на этой неделе мы запустим еще одно условие, оно должно быть гораздо более интересным. То есть, как видите, сделки закрываются гораздо раньше. То есть, у нас получается результат. От убыточных сделок мы не застрахованы. Ночью не совершаются сделки. И вот здесь сделка тоже была открыта. И, как видите, эта сделка еще не дозакрыта. То есть, здесь реализован следующий приказ. Давайте посмотрим, что мы добавили к этому алгоритму. Классический наш алгоритм. Мы добавили еще одно условие. Так, давайте-ка посмотрим. Кто интересуется, на прошлой неделе мы это озвучивали. То есть, у нас просто немножечко не получилось качественно реализовать данный алгоритм. Но вот я его специально оставил на завтрашнюю и на следующую неделю. То есть, в следующей неделе уже еще в одном боевом тестировании протестируем улучшенный алгоритм. То есть, мы добавили еще одно условие. Чтобы было понятно, о чем сейчас вообще будет идти речь. Давайте-ка мы сделаем. Так. Вот что хотел сегодня показать. Прежде чем мы перейдем к этому алгоритму, я хотел бы немножечко поговорить о стратеге, о тактике. То есть, то, что мы сейчас придумываем, вот создаем торговую систему, это набор определенных правил для достижения результата. А результат мы можем достичь в результате реализации нашей стратегии и реализации тактики. Вот эту информацию я буду тихонечко-тихонечко добавлять, чтобы было понятно. Термин стратегия – это общий, недетализированный план какой-либо деятельности, охватывающий длительный период времени или способ достижения сложной цели. Если говорить о стратегиях, то всего стратегий две. Вот в трейдинге, слава богу, всего лишь две торговых стратегии. Об этом, конечно, можно говорить в виде каких-то определенных нюансов. Виды стратегии. То есть, продолжение тенденции и разворот тенденции. То есть, разворот тренда. В любой конкретный момент времени вы можете реализовать или одно, либо другое. Как вы понимаете, тактика – это уже совокупный средств и приемов для достижения намеченной цели. Тактика – вот как дисциплина учит правильно оценивать обстановку и принимать грамотные решения. Вот теперь я сейчас хочу показать следующее. Саша, ну вот как раз к тому, что смотрите, что мы сейчас, к чему я подвожу. Почему мы отказались пока от тейк-профитов, от стоп-лоссов, от всего-всего, что, в общем-то, вроде бы необходимо. Первое. Для того, чтобы нам качественно реализовать торговую стратегию… Нет, Олег, мы еще пока это не реализовали. Не то, чтобы это не реализовали. Немножко хочу другой момент показать. Обратите внимание, вот место торговой системы в реализации торговой стратегии. Стратегия нам отвечает на вопрос, а что нам делать? Вот в каждый конкретный момент времени, что вам делать? Покупаем или продаем? Вот если анекдот про аналитика кто-нибудь помнит, знает, встречается трейдер с аналитиком в лифте. И он, трейдер, спрашивает аналитика. Ну, теперь-то ты скажешь вверх или вниз. Вот куда пойдет цена? Вот какую стратегию вы будете реализовать? Артур, подождите пока. Вот сейчас давайте немножечко философии, которая очень нужна для понимания. Вот обратите внимание, вот индекс доллара, вот мы находимся здесь. Вот все, что мы делаем в рамках нашей торговли, давайте к счастью, это 8 недель. Чтобы было понятно, вот наша работа охватывает, ну, в данном случае, все, что мы делаем, вот этот период охватывает вся наша работа. 8 недель. Вот в каждый конкретный момент времени мы должны решить, а в каком направлении мы будем торговать стратегически? Вот мы будем покупать доллары? Или мы будем продавать доллары? Как вы понимаете, задача стоит именно так и никак иначе. Дмитрий, вопрос, вот что мы сейчас будем реализовывать, да, в данном случае. Хороший, хороший комментарий, кстати. Дмитрий, а ну вы понимаете смысл этого анекдота? То есть почему трейдер задает аналитику такой вопрос? Ну ты теперь-то скажешь вверх или вниз. Ну на всякий случай бывает такой момент, что, скажем, смысл такой, что когда аналитикам задают какой-то вопрос вверх или вниз, прямой, а что будет там завтра, они начинают сразу же говорить, что вот если будет это событие, то будет то, если произойдет другое, то по-другому, там новые факторы, и в общем-то в конце концов непонятно, куда пойдет цена. То есть настолько уж завуалировано они все это дело рассказывали. Ну такой анекдот. Ну как вы понимаете, трейдер, который реализует торговую стратегию, он, конечно, не может так говорить, ему нужно принять решение, только именно это решение приведет к результату. Дмитрий, ну в данном случае не всегда понятна там шутка, то есть, ну по крайней мере я постараюсь принимать. Итак, как вы понимаете, нам нужно обязательно решить стратегически, куда нам покупать, действовать или покупать, или продавать доллары. То есть, если мы покупаем доллары, то мы шортим евро. Если мы продаем доллары, то мы покупаем евро. То же самое с фунтами. Артур, ну вот видите, нам придется принимать решение. Причем, снова повторюсь, что решение нам не обязательно принимать вот прямо сегодня, сейчас, вот срочно купить. Нам нужно дождаться определенной ситуации. Теперь возвращаюсь сюда. Вот тактика, вот как только вы определяетесь со стратегией, вот что вы будете делать, покупать или продавать, вы еще не принимаете реального решения. Вот тактика, тактика, это оценка той ситуации, вопрос, когда вам это делать. То есть, когда покупать или когда продавать. Вы, конечно, можете метаться. Сегодня покупать, завтра продавать, это дело ваше. Но, скажу так, что метание, это ерзание, ни к чему добру не приводит. Итак, тактика отвечает данный вопрос, когда. А вот торговая система, вот в данном случае, торговая система относится больше к тактике, а не к стратегии. Как мы будем реализовывать, то есть, в какой момент мы определились. А вот как, по каким правилам, по какому набору правил будем принимать именно это решение. Вот что хотел бы сказать. Теперь обратите внимание, что что я выделил. Вот Олег старается сделать, конечно же, добро, наверное. То есть, в данном случае он и торговый алгоритм сделал таким образом, что там присутствуют и стоп-лоссы, и тейк-профиты, и так далее, и так далее. И там все уже сделано. Вот самое интересное, неизвестно, опять же, вот говорят, давайте сделаем это, давайте сделаем то. Неприятность вот тех модулей, которые позволяют открывать торговые позиции, закрывать. Непонятно, что мы, самый главный неприятный момент, мы не знаем, какой результат мы точно получим. А что нам позитивно или негативно повлияло на наш результат. Поэтому, фактически, вот мое видение торговой системы, ну, его, по крайней мере, то, что так или иначе реализовало, это модульная торговая система. То есть, первое, это модуль, который отвечает только за открытие торговой позиции по максимуму. Вот все, что связано с открытием торговой позиции, и, может быть, какие-то элементы закрытия торговой позиции могут присутствовать. То есть, как у нас пересечение скользящих средних, то есть, если не тренд вниз, то тренд вверх. Либо покупаешь, либо продаешь. То есть, модуль открытия торговой позиции. А вот модуль закрытия торговой позиции, он может состоять из большого количества блоков, которые могут действовать или должны действовать совершенно параллельно. То есть, не надо встраивать там какие-то тейк-профиты, стоп-лоссы, то нужно делать отдельный модуль, потому что только в рамках этого модуля можно изменять систему. То есть, иначе вам придется переделывать вот целый такой, может быть, большой массив или большой код, что будет связано, естественно, с ошибками. Вот то, что мы сейчас реализовали. То есть, у нас есть модуль закрытия торговой позиции условия 1, пересечения скользящих средних. Вот модуль 2, условие 2. Сейчас как раз о нем поговорим. То есть, это модуль, который мы реализовали с помощью осциллятора. Частичное закрытие торговой позиции. Вот этот алгоритм. Кто, наверное, присутствовал на прошлом семинаре, еще раз повторю, как он работает, чтобы было понятно. Итак, этот модуль закрывает торговую позицию, если соблюдается определенные условия. То есть, данный советник, мы будем говорить о правилах закрытия торговой позиции в уже открытой трендовой позиции. То есть, позиции есть, советником выполняется только закрытие торговой позиции. Завтра, послезавтра будем знакомиться с этим индикатором MACD. Здесь есть еще несколько условий, которые опознают, что именно этот ордер нужно закрывать. Свой, чужой. То есть, магическое число и комментарий. Входные параметры – это параметры, индикаторы MACD, быстрые скользящие средние, медленные скользящие средние и сигнальные линии. Используется размер лота для закрытия частичного торговой позиции, комментарий к сделке и магическое число. То есть, тем самым мы распознаем свой, чужой ордер и определяем, сколько нам нужно будет закрыть в сделке. То есть, идея данного алгоритма заключается в том, чтобы не ждать окончания разворота, а закрыть торговую позицию гораздо-гораздо раньше. То есть, как только у нас появляется сигнал на закрытие торговой позиции, когда классический сигнал на использование индикатора MACD, когда сигнале линия выше, чем значение индикатора MACD, то в этом случае нам нужно закрыть торговую позицию при наличии уже открытой торговой позиции. Вот второй алгоритм как раз и был реализован по этой схеме. То есть, первая-вторая неделя мы как раз тестируем именно применимость данного алгоритма на практике. Естественно, приходится менять параметры этой линии. И, естественно, появились неудачные моменты. Первый неудачный момент был связан с фильтрацией вот этих значений. А самый неприятный момент... Так, подождите. Давайте покажу. Да. Сейчас. Давайте вернемся. Вот неприятный момент. Обратите внимание, самый неприятный момент, который у нас произошел. При том сигнале, который мы в данном случае используем при использовании индикатора MACD. Вот нам пришел сигнал на закрытие торговой позиции, а сама тенденция, в общем-то, закрылась вот здесь. То есть, у нас закрылся полностью весь ордер. И второй момент неприятный вот этого получения данного сигнала, то, что если у нас появляется импульс, то любое краткосрочное движение сразу же закрывает торговую позицию. То есть, нам нужно более сильное движение, чтобы все-таки более или менее корректно закрывался наш ордер. Поэтому вот такие движения, видите, хорошо отслеживаются, а вот маломальская коррекция, хотя вроде бы еще нет причин для закрытия торговой позиции, она очень сильно вышибает трейдера из сделки. Теперь давайте посмотрим, какая вообще идея-то была в реализации данного алгоритма. Я скажу так, что параллельно я еще, Олег, сделал небольшую модернизацию, точнее не модернизацию, я применял различные варианты, экспериментировал. И вот то, что у меня получилось на канадском долларе. Вот смотрите, что я здесь хочу отметить. Вот это как раз то, что фактически мне хотелось бы получить при реализации данного алгоритма, при наличии тенденции. То есть, если у нас есть тенденция, у нас есть крупные открытые торговые позиции, к примеру, полным лотом мы вошли, а по мере движения цены в нужную для нас сторону происходит фиксация, промежуточная фиксация результата. То есть, здесь вот мы видим частисти с закрытием позиции. Раз закрытие, два закрытия, три закрытия и четырьмя входами закрыта одна основная торговая позиция. Причем, несколько, три сделки было закрыто по сигналу MACD и всего лишь одна последняя торговая позиция была ликвидирована при окончании действительно этого трендового движения. Ну вот здесь то же самое, та же самая картина. Открытие торговой позиции, прибыль, вторая сделка закрыта с прибылью, а вот эта третья сделка ликвидирована полностью при окончании трендового движения. Ну в данном случае, наверное, мысль понятна. То есть, частичное закрытие по ходу, по мере движения цены в одном направлении. В данном случае, вот именно к этому я стараюсь стремиться при создании вот этого модуля. То есть, чем хороша такая модульная система? То есть, мы можем каждый отдельный модуль просто-напросто убирать, если он нам не нужен в этот момент, и мы можем его совершенно спокойно подключать. Вот в рамках реализации полного алгоритма вот этого не получится. Здесь, конечно, тоже есть определенные проблемы. Проблема связана в первую очередь с правильностью соединения тех или иных ордеров, установкой лимитов. И хотел бы еще один, Олег, момент описать. То, что у нас в алгоритме реализовано еще одно условие. Так, в алгоритме, в алгоритме, в алгоритме реализован уровень безразличия. То есть, иногда бывает неприятный момент, покажу его сейчас. Вот как можно реализовать преждевременное или слишком раннее закрытие торговой позиции. Может быть, даже субык. Сейчас я наложу сюда индикатор трендовый. О, не трендовый, а осциллятор. Ну, давайте сделаем 100, так-так, 50, 20. Ну, и пусть будет здесь вот так, 20. Обратите внимание, вот когда была закрыта торговая позиция. То есть, вот она была закрыта, потому что у нас здесь произошел действительно сигнал о развороте тенденции. Олег, видно? Ну, в данном случае сейчас к коллеге я обращаюсь, так как. Отлично. Вот как можно было бы реализовать самое неприятное, что вот первое же движение, оно просто вынуждено. Мы просто мгновенно как-то ликвидируем нашу торговую позицию. Как можно реализовать именно это? Ну, как раз в алгоритме было прописано еще условие уровня. То есть, если мы задаем какой-то уровень, уровень безразличия. Вот таким вот образом. И мы получаем как раз фильтр. То есть, конечно, тут не совсем, может быть, это заметно, но вот так вот, таким вот образом. То есть, тем самым мы получаем те самые сигналы, которые позволят нам закрывать торговую позицию именно на самом дне, то есть при развороте. И при этом мы не будем реагировать на те события, которые находятся внутри этого диапазона. То есть, здесь мы вынуждены будем просто-напросто крыть нашу торговую позицию по пересечению скользящих средних. То есть, боковые тенденции, естественно, не позволят нам реализовать здесь нашу торговую стратегию. Как понимаете, здесь все, что реализовано в рамках этих двух скользящих средних, это разворотная торговая стратегия или разворотная тактика. То есть, вместо вот того, вот эта наша торговая система занимает место не продолжение тренда, а в первую очередь, естественно, поиск разворота. Как понимаете, если трейдер будет реализовывать, пытаться реализовать торговую стратегию продолжения тренда, ему придется очень сильно потрудиться, конечно, и можно ее применить при определенных условиях, ища какую-нибудь коррекцию и настраивая скользящие средние таким образом, чтобы они действительно открыли позицию по тренду. Поэтому вот в первую очередь, то есть, наша торговая стратегия, вот то, что мы сейчас реализуем, торговую систему, она будет применима только вот в первую очередь к развороту тенденции. То есть, туда вот, в эту сторону, естественно, это не будет работать. К примеру, есть тренд, если мы вовремя нашли разворот, сидим в тенденции, а здесь мы этот алгоритм должны применять, если у нас есть какие-то основания тому, что нам нужно поискать просто-напросто разворот. Ну, естественно, если у вас ожидается коррекция, сильный импульс был, подключаем и просто-напросто ждем, пока наша ситуация действительно окажется рабочей. Так что вот так, в общем-то, никаких других телодвижений нам делать не надо. Ну, а попытка включить и пытаться зарабатывать на всех абсолютно движениях, конечно же, она будет просто-напросто обречена на провал. Ну, что я сейчас могу сказать, что нужно будет, наверное, нам сделать. Вот для того, чтобы нам убедиться в том, что да, действительно, это работает, она работает в трендах, и где действительно это все соблюдается, то с завтрашнего дня что я сделаю? Я внесу в наш алгоритм уже немножечко другое условие. То есть наши сделки сейчас совершаются одной сотой лоты, я сделаю просто одну десятую лота, и пусть он закрывает алгоритм по, к примеру, одной сотой. То есть мы, по факту, конечно, я вижу, что не больше, наверное, трех коррекций мы выдерживаем, после чего следует разворот. Может быть, мы потом поменяем закрытие алгоритма на не на одну сотую, а, к примеру, одна десятая закрывается двумя-тремя сделками, ну, соответственно, по 0,03 лота, либо по 0,02 лота. То есть мы будем реализовывать частичное закрытие торговой позиции. То есть что в этом хорошего у нас будет? Во-первых, мы убедимся в том, что да, это работает, убедимся на практике, перестанем этого момента бояться, мы будем видеть эти повторяющиеся моменты, элементы. В общем-то, это пойдет, надеюсь, на пользу. Естественно, придется еще нам поработать, конечно, с этими границами, потому что то, что я сейчас воткнул, это работает вот для этого условия. Для этого условия, а в каких-то других, может быть, в каких-то пограничных интересных ситуациях это работать не будет. Вот этим моментом мы будем заниматься. И как уже вот, что здесь уже 10 раз мы уже в качестве претензий, наверное, высказали по поводу тейк-профитов, стоп-лоссов. Я хочу сказать, что нужны они, однозначно я с ними согласен, даже можно работать, но нужно их реализовывать в качестве отдельного блока. То есть тейк-профиты, стоп-лоссы, частичное закрытие торговой позиции, автоследование за торговой позицией. То есть это все нам нужно реализовывать отдельным блоком, иначе у нас получится, ну, просто полная чехарда. В этом будут хорошие плюсы. И надеюсь, мы с этим поработаем. То есть нам нужно будет его подключать, отключать по своему собственному желанию. Поэтому алгоритм, об этом алгоритме нужно будет подумать. Техническое задание, наверное, тоже напишу. У нас как раз будет сделано две работы. Первую работу мы сделаем. Еще боевое тестирование нашего сигнала для закрытия торговой позиции. И посмотрите, сколько модулей для закрытия торговой позиции у нас будет. А, само пересечение скользящих средних раз. Индикатор MACD 2. Тейк-профит 3. Трейлинг скользящий 4. Каждый раз, вот видите, или это, или то, или пятое, или десятое условие, оно нам будет помогать максимизировать, или нет, брать нашу прибыль. Не одно-то второе. Потому что трейдер, видите, мы не можем реализовать один какой-то вариант выхода из торговой позиции. Артур, ну, по логике да. Давайте сделаем так. Если уж совсем вам просто сказать. Знаете, какой параметр должен быть скользящий средний? Если вы торгуете какую-либо трендовую стратегию, трендовую тактику, вот та скользящая средняя, которая является большего периода, вот в данном случае, давайте ее вот сделаем. Артур, на всякий случай. Хорошо, ну, вопрос задаете. Правильно. Вот эта скользящая средняя должна, как говорится, быть максимально близко к этой тенденции. Максимально близко – это, знаете, невозможно сказать 50 или 60. То есть 48 или 45 – это не принципиально. Можно 55, если хотите сделать. Но она должна выполнять для вас. Вот сегодня мы изучали классический технический анализ. Задача – выполнять уровень или роль линии поддержки. Гибкая эта линия, она должна выполнять именно эту роль. Понятно, что для отдельных ситуаций это будет идеально подходить. Для каких-то ситуаций это не будет подходить идеально. Ну, вот видите, здесь это как-то работает, а вот эта ситуация с ускорением, она не укладывается в анализ. Здесь, ну, вот видите, тоже, может быть, не совсем эта красная линия работает. Но нужно просто-напросто оценивать общую ситуацию на рынке. Роль поддержки должна выполнять именно эта жирная линия, в данном случае красная. Теперь, вторая скользящая средняя должна выполнять вам роль фильтра. Что такое фильтр? То есть можно делать эту скользящую среднюю, ну, вот очень подвижной. Давайте возьмем 5 период. Неприятность будет возникать именно вот в те моменты, ну, я условно взял 5. Неприятность будет возникать в те моменты, когда у вас будут вот такого рода ложные пересечения. То есть самое неприятное для трейдера, ну, даже будет быть нету скользящую среднюю, ну, не 5 давайте, ну, 10. Уж какая-то совсем дикая скользящая средняя получилась. Самое неприятное, когда у вас она будет просто-напросто бесполезно, бестолку пересекать, давать ложные сигналы. И вынуждены вы будете на эти сигналы так или иначе реагировать. Поэтому тенденция-то откуда-нибудь-то да начнется, надо понимать. Но прежде чем она начнется, у вас уже эта тенденция может просто-напросто доконает настолько, что вы исплюетесь и скажете, скользящие средние не работают. Вот здесь вот не работают скользящие средние. Вот в этом, вот здесь они просто-напросто, вот весь этот отрезок, это череда убытков, убытков и убытков. Артур, уловили момент. То есть эту скользящую среднюю нужно настраивать таким образом, просто, я же говорю так, просто над методом подбора посмотреть, чтобы как можно меньше подобного рода ситуации возникало. Все, вот больше тут не убавить, не прибавить. Любая попытка улучшить эту систему, она будет ухудшать торговую систему. То есть вот нужно найти ту самую грань, попытаться 3-4 раза, но я скажу так, я это все находил, практиковал на протяжении целого года, записывал это все, смотрел, появляются какие-то новые идеи, я их опять же записываю, смотрю. И то, что мне говорят, как вы это подобрали, ну я скажу так, ну просто понимание, как это работает и где это не работает. То есть вот эти моменты, они вот самые неприятные. Некоторые моменты просто-напросто невозможно никоим образом просчитать, тут уже просто придется реагировать на события. Вот такой вот момент. Теперь что еще хотел бы сказать. Задачи мы себе нарисовали. Стоп-лосс и тейк-профиты по заявкам наших участников будут, не волнуйтесь, все это будет. Но я скажу так, что если мы получим вот все-таки стабильно работающий алгоритм, ну мы перейдем уже к другим идеям, которые можно реализовать тоже в рамках технического анализа. То есть у каждого алгоритма есть свои плюсы, свои минусы. Недостаток, наверное, догадались, скользящих средних, то, что вот это все уже сформированные движения, и мы просто недополучаем часть какой-то прибыли. Поэтому для поиска разворотов тенденций, для, может быть, поиска коррекций, для продолжения тенденций нам нужны будут какие-то отдельные новые подсказки, то есть новые индикаторы, новые условия открытия торговых позиций. И именно это будет нам приносить результат. То есть, как понимаете, для реализации стратегии нам нужно применять различные тактики. Теперь еще один торговый инструмент. Теперь посмотрим, где у нас, так, ну итог. Итог нашей недели доллара 85, то есть 2 доллара у нас позитив, несмотря на все эти ухищрения, которые происходили на рынке. Мы видим, что у нас есть и убыточные сделки, есть и прибыльные сделки. В общем-то, идея позволяет нам доработать гораздо больше, просто реализация у нас не совсем была идеальной. То есть меньше, чем 1 сотой лота мы закрыть-то и не можем. Какой таймфрейм взять для внутридневной торговли? Александр, ну я скажу так, не являюсь фанатом внутридневной торговли. Вот если вот вы задаете вопрос лично мне, я скажу так. Рекомендовать вам ее специально не буду, но вот то, что мы сейчас это делаем, у нас даже на 5-минутном таймфрейме, в принципе, все получается. Мы можем обнаружить движение в большинстве случаев. Ну вот смотрите, в течение дня открывается, ну примерно в среднем 2 сделки. Вот 7-го числа, 8-го числа, 9-го числа, несколько сделок, 12-го числа и 13-го числа. 13-е число, не ошибаюсь, сегодня. Еще одна сделка у нас является открытой. Поэтому вот такая вот ситуация. Есть уж к вопросам о том, и для интродэй торговли. Ну вот 5 минут, может быть, подойдет. Считайте, что я вам это не рекомендовал, просто вот вы мне задали вопрос, я сказал так, что вот у нас это работает так. Теперь посмотрим японскую иену. У нас еще же есть одна валютная пара, которая является точно так же объектом нашего пристального наблюдения. Теперь, в первую очередь, мы смотрим нашу валютную пару. Японская иена. Это японская иена? Японская иена. Почему не показываешь там ничего? А, 111? Точно. Пардонте, пардонте. 111, да. Магик, да. А, вот оно, вот так вот. Вот здесь вот у нас. Вот что здесь, во-первых, у нас не получилось. Если уж говорить о, здесь алгоритм реализации немножечко другой. 20 и 80. Вот, скользящие среди. Пересечение вверх, пересечение вниз. Это вот старый алгоритм, который являлся эталоном для открытия торговых позиций. Пересечение. Мы видим, прибыль у нас формировалась. Убыточные сделки в рамках вот формирования вот такого рода проторгованных моментов. Боковые тенденции. Это, естественно, снимало с нас огромнейшее количество прибыли. Здесь у нас тенденция не была закрыта, использована почему-то. Здесь закрылось руками 12-го числа. Это вчера, да. Какой-то или торговый, скорее всего, компьютер выключился, пришлось закрыть сделку руками. То есть, по логике, сделка была должна закрыться вот тут, да, у нас. Все-таки прибыль бы мы получили где-то здесь. Но чуть-чуть больше прибыли бы было. И опять же ситуация, видите, постоянно изменяющиеся ситуации, которые связаны с генерацией сигналов в тренде, но при этом, скажем, быстрая смена тенденции не позволяет реализовать эти деньги. Давайте посмотрим, что у нас получилось по нашему алгоритму. Результат итоговый 3.45. То есть, вот что нам проело наши положительные результаты. Мы видим, что здесь сделки у нас были прибыльные, но все равно у нас как-то накопилось большое количество убыточных сделок. Причем, что-то я... Вот, наверное, это сделка, которая была самой-самой прибыльной. Ну, теперь посмотрим алгоритм с реализацией закрытия. Нет, не оставляю, он работает без остановки. Вот, теперь алгоритм посмотрим с модификацией наших ордеров, именно с закрытием наших торговых позиций по сигналам. И давайте посмотрим, что нам было. Казалось, что должна быть прибыль в этих сделках, но итог у нас, видите, все-таки убыточные сделки съели часть нашей прибыли. Прибыль у нас закрывалась, конечно же, в момент сигналов, которые подавали нам пересечения наших двух двадцати восемьдесят. период, период десять, вот так вот этот параметр. В общем, те же самые сигналы позволяли нам закрывать сделки, может быть, преждевременно. Но вот что для нас неприятно, это, конечно же, вот эта череда убыточных сделок. Какое время использовать? Почему? Ну, в данном случае, Артур, как вы понимаете, вся проблема у нас возникает в том, что, как видите, здесь, в общем-то, нет тренда, и поэтому этот, даже сигналы для открытия торговых позиций для нас будут, в общем-то, неприбыльные. То есть здесь, конечно, можно будет попробовать реализовать торговую стратегию, которая позволит нам зафиксировать прибыль с помощью тейк-профита. Но вот эту торговую позицию, которая была закрыта, кстати, преждевременно, помните, здесь у нас была открыта торговая позиция, вот здесь она должна была бы закрыться. На прежнем грубом алгоритме здесь появилась прибыль, а здесь наша сделка была закрыта даже с убытком. То есть слишком быстрые изменения нас вынесли из торговой позиции. Как мы реализуем? Как уже сказал, мы здесь добавим дробное закрытие лота. Это ввиду просто не совсем удачной идеи, вот идея должна быть закрытие такова, что закрываются торговые позиции по мере движения цены. А тут мы просто меньше, чем одной сотой лота просто-напросто закрыть не можем. Поэтому вот эта сделка, она была бы первой в череде наших, я надеюсь, прибыльных закрытых сделок. То есть, причем, если бы мы поставили здесь новый сигнал для закрытия торговых позиций, вот сигнал у меня вышел вот такой вот. Все, что выше этого сигнала, закрывает сделки частично. Вот у нас начали бы закрываться сделки с прибылью после получения прибыли 200 пунктов. Это в трехзначной системе. То есть, мы бы начали фиксировать вот где-то здесь. Поэтому, как уже сказал, идея-то у нас, в принципе, здравая, но реализация просто была вынуждена остаться прежней, чтобы не менять ход нашего эксперимента. Увидеть вообще идея здравая или вообще не работает. Александр, вот сейчас мы, то, что мы делаем, 5-минутный тайфрейм, естественно, хотелось бы переключиться на большие тайфреймы, часовые, дневные, но, видите ли, мы не имеем такой возможности, чтобы сидеть и ждать одну сделку на протяжении целой недели. Нам нужна череда сделок, общая правильная логика исполнения. Но вот здесь тоже перспектива была в этой сделке закрываться с прибылью, ну, где-то здесь, но это было просто-напросто нереализовано. Поэтому новые правила, они уже введены с завтрашнего дня. Все, что будет работать, оно будет работать, надеюсь, на благо нашего алгоритма. Ну и здесь тоже хорошая прибыль будет закрываться. Здесь, наверное, первый сигнал, следующий сигнал здесь. И третья сделка, наверное, закроется тут где-нибудь. Поэтому потенциал пока, по крайней мере, я вижу. Несмотря на то, что если оценивать всю ситуацию на валютном рынке, вот по японской ене, ну, здесь нет никаких движений. Поэтому все, что мы здесь делаем, это в рамках вот такого дикого, очень узкого коридора. Представляете, где мы сейчас ворочаем. То есть здесь вообще движений-то и нет, это просто какие-то мелкие-мелкие телодвижения, которые мы должны или могли бы реализовать. Ну вот, эксперимент наш продолжается, исследования продолжаются, новые идеи, надеюсь, отработаются. Можно не переключаться на другие таймфреймы, можно ведь увеличить параметры индикаторов. Можно, попробуем, Олег, и сделаем это в следующий раз. У нас, видите, у нас есть вариации, у нас есть эталон, который для нас будет являться отправной точкой, работает это или не работает. И, естественно, вот любую идею я готов оценить. Мы даже можем это сделать не публично. В данном случае я могу подключить еще один алгоритм. Мы можем это все смотреть, тестировать и озвучивать. То есть понятно, что на все, про все рук не хватает. Я еще параллельно, вот видите, тестирую на других валютных парах. Поэтому да, то есть можно изменять параметры, скажем, изменить здесь и посмотреть, как это условие будет отрабатываться. Давайте сделаем так, вот что мы сейчас делаем. То есть у нас есть идея, то есть мы это все посмотрим, а потом будем вносить дальнейшие изменения, которые нам должны быть однозначно помочь воспроизводить положительные результаты. То есть воспроизводимость результатов это то, к чему мы должны стремиться. Но опять же я вернусь на наш 5-минутный диафрейм. Это просто для масштаба, чтобы понимали, о чем идет сейчас речь. То есть движение-то очень, может быть, немасштабное. То есть параметры изменять тоже можно. То есть возможностей подумать всегда-всегда огромнейшее количество. Вот что, наверное, в рамках нашего проекта. То есть, как вы понимаете, торговая система служит нам реализацией нашей торговой стратегии. Ну а если мы будем все это делать просто-напросто, необдуманно, просто подключать, либо покупать, продавать, естественно, у нас будут проблемы. Поэтому, когда разговор идет, а почему не работает? Не работает только по одной причине. Каждый инструмент должен служить своей цели. На этом хочу попрощаться. Я сейчас почитаю ваш чат. Я не смотрел сегодня, не читал. Если какой-то вопрос у вас есть ко мне, остается 3 минуты, пожалуйста, его просто задублируйте еще раз вверх. Отпишитесь, я на него обращу внимание, отвечу либо письмом, либо электронную почту, вы всегда знаете, написать можете мне всегда по своему желанию. Если вопросов нет, то я закончу. Время идет, остается еще 30 секунд. Здесь насчет переключения на других таймфреймах, я сказал бы, Олег, следующее. Фактически можно реализовать и так, и эдак, но, скажем, если мы будем анализировать, скажем, меньше таймфрейм, у нас может быть просто-напросто история. Будет урезано, для того, чтобы мы могли подобрать тот или иной параметр. Но мысль совершенно правильная, поэтому любой меньший таймфрейм это всего лишь более детализированная часть чего-то более целого. Я думал над этим, как бы это сделать в рамках, может быть, создания нового индикатора, который позволил бы группу сделок объединять в одну. То есть, цена открытия, потом максимум, минимум. Но пока, вернее, алгоритм есть, но мне не хочется отвлекать, как говорится, всех людей, которые могли бы к этому иметь отношение. Потому что есть новый алгоритм, я его постараюсь завтра отправить в течение дня. То есть, уже под тейк-профитом, стоп-лоссом. И параллельно начнем непубличный его тестировать, чтобы у нас не было пересечений. В следующую неделю мы в боевом режиме, видите, тестируем закрытие PMA-CD, добавляем еще стоп-лосс и тейк-профит. И у нас будет уже три или даже, может быть, четыре условия для закрытия торговых позиций в тренде. Ну и, естественно, еще нужно будет немножко красоту навести, вот в алгоритмы, то есть, комментарии сделать. То есть, такие вещи, которые просто сильно улучшают, упрощают работу. То есть, иногда приходится как-то бегать, смотреть. Периодически есть какие-то ошибки, которые возникают. Ну, просто досадно. То есть, не туда вбил размер торгового лота, одну тысячную, и, естественно, алгоритм не закрывался автоматом. Ну, это вот те техногенные ошибки, с которыми сталкивается трейдер уже в своей работе постоянно. На этом прощаюсь. Удачи, всего хорошего. Большое спасибо. До встречи. Надеюсь, к концу октября мы более-менее добьем этот алгоритм. Перейдем к новому алгоритму, который нам будет позволять, может быть, торговать в боковой тенденции. На этом прощаюсь. Удачи, всего хорошего. До скорых встреч. Олег, пока. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok